Это будет и чтение прозы, это будет пение, это будет видеоряд мощнейший. И еще одна новость. Мы приглашаем большое количество гостей, именно учеников. Потому что чаще всего фестивали проходили так, выступающие для выступающих. А теперь наш зал переполнен. Теперь в нем сидят ученики от 8 по 11 класс всех трех школ. В этом году то, что называется городским мероприятием, не просто объединило все три школы в одном фестивале с разными композициями, оно объединило атмосферой, настроением, пронесенным через всю программу чувством. Так, по мнению создателей сценария, студии «Дети до 16» следует сохранять память о войне, помочь вспомнить то, что было изучено на уроках, и прочувствовать то, о чем не рассказывают цифры и даты. Мы продолжаем свою линию последних свидетелей нашего спектакля, театральной студии «Дети до 16», который прошел некоторое время назад. Мы берем неизвестные подвиги, мы берем людей, переживших войну, детей, перенесших войну. Вот и глазами война будет как раз показана. Закрывать своими спинами друзей и свою родину. А мы смогли бы? Такой вопрос задавал юный герой фильма, открывшего встречу себе и всему залу. Что было бы, если бы мы родились в другое время? Действо на сцене состояло из эпизодов. Тайна стреляющего дуба, народные мстители, покажите мне этого стрелка, или без страха, без оглядки о подольских курсантах. Каждый из маленьких фрагментов был когда-то жизнью, болью и подвигом. Ни до этого, ни после я ничего подобного не видел. Хорониться от пуль, оглядываться на товарищей. Но ведь у каждого на устах одно. За Москву. Они шли в атаку так, будто всю свою предыдущую жизнь ждали именно этого момента. Эпизоды оживали не только в рассказах ребят, но и в песнях. Как призналась ученица гимназии Ксюша Соловьева, каждое слово в такой композиции нужно не просто понимать, но и чувствовать. Ну и сложно довольно-таки петь, ну потому что надо душу вкладывать. Шел в атаку яростный сорок первый год. У деревни Крюкова погибает звук. Все ватроны кончились, больше нет границ. Сын в атаку когда-то бежал. Бой жестокий гремел над рекой, и на теплую землю упал, будто к маме прижался щеком. Композиция о войне? Нет, не о войне, а о человеке. Сменяла внимательную и настороженную тишину в зрительного зала на аплодисменты, тоже сдержанные, как и чувства, которые проявлялись стоящими в глазах слезами. Когда пулеметы строчат из самолета, то кажется, что все пули летят в тебя. Воспоминания семилетней девочки в исполнении Маши Бобковой. Пронзительный эпизод с названием «Не могла привыкнуть к своему имени». Потом, помню, гонят нас в колонне, и там у меня маму забирают. Я хватаю ее за руки, цепляюсь за ее платье, не отпускаю, плачу. А фашист меня швыривает автоматом, а с земли, когда я упала, с сапогом. Подбирает меня какая-то женщина, и вот мы с ней уже почему-то в вагоне едем. «Куда? Она зовет меня Анечка, но я думаю, что у меня другое имя, но какое? Забыла от страха». Эта композиция была посвящена не кровопролитным боям или крупным сражениям, она о сохранивших человеческое лицо в бесчеловечной войне, о милосердии, о народе, который, несмотря на ненависть, делится с врагом хлебом. Для меня было очень странно узнать и осознать, что люди могли не только сочувствовать другим, но когда тащишь противника на собственной спине, уже не различаешь фашист, он немец, да кто угодно. Понимаешь, что это человек, которому нужно помочь, и меня поразило, что было таких людей немало. «Перевязываю нашего раненого, а немец лежит в крови, истекает кровью, одна нога у него перебита совсем, еще немного, и он умрет. И я, окончив перевязывать нашего раненого, разрываю ему, этому немцу одежду, перевязываю раму и накладываю жгут, и дальше перевязываю нашего. Немец говорит «Гуд, гуд, танки». Рассказывали ребята и о силе слабых, о женщинах и детях, которые работали в тылу, помогали партизанам. «Она не прогоняла, когда придем, и печку вытопит, и обстирает нас. Она нам последнее отдаст. Мы едим, а дети сидят, плачут голодные. Что бы мы без них сделали войну? Без этих женщин, которые вырастили детей без мужей, которые отдавали последнее, веря в нашу победу». У нас еще есть время сказать ветеранам спасибо. Эта мысль, звучавшая в первом показанном видеофрагменте, повторялась вновь и вновь. В речах выступавших и даже в финальной песне «Жить». Ведь только благодаря ветеранам в нашей стране до сих пор уверенно и твердо звучит этот вечный гимн жизни. Героев, сидевших в зале, собравшиеся, приветствовали стоя. Героев, сидевших в зале, собравшиеся, приветствовали стоя. А завершилась встреча искренними словами благодарности, награждением участников фестиваля военной песни 2018 года и общей фотографии, где стояли в одном строю и юные исполнители, и члены боевого братства, и ветераны. Диана Ларионова, Сергей Воронков, ТВС Пущино. 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 Диана Ларионова, Сергей Воронков, ТВС Пущино.